И в 20-х годах один из пары был продан на аукционе лепки в Германии. Второй был продан уже в 30-е годы. И оба стола находились за границей. И вот только недавно владелец, который сумел приобрести оба стола, обратился в Эрмитаж с таким предложением, приобрести у него эти столицы. Он даже купил. Если вы подойдете поближе, посмотрите. Во-первых, интересно само управление стола. Это разбросанные карты на поверхности. Вот такие обманки были очень популярны в XVIII веке. Но они здесь не просто разбросанные карты. Это вполне конкретные карты, французский шаблон. Мы даже здесь представили оригинальные карты такого же шаблона на выставке. И на одной карте есть подпись «Ромбоа, Санкт-Петербург». А Ромбоа был карточный фабрикант, который, видимо, и заказал эти столы в качестве, возможно, рекламной продукции в своей фабрике. Возможно, они находились в одном из залов его дома, при фабрике. И он показывал гостям и рекламировал свой товар. И он показывал...